Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставлять ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. До выборов остается всего лишь несколько дней. Напомню, что выборы в США 3 ноября, то есть следующий вторник. Друзья, это значит то, что текущая неделя может быть крайне волатильной. Во-первых, потому что все будут готовиться к этому важному политическому событию. Мы прекрасно знаем, как такого рода фундамент может воздействовать на финансовые активы. Ну и второй момент. Есть еще высокая вероятность того, что конгрессмены, то есть республиканцы и демократы до выборов в США примут пакет фискальных стимулов, который жизненно необходим для американской экономики. Я не просто так делаю акцент на жизненной необходимости, потому что, друзья, рекомендую всем обратить внимание на статистику по тому, как интенсивно растет количество дневных случаев заболевания коронавирусом в Штатах. К сожалению, это не просто значения, которые подбираются к пиковым уровням, которые мы видели в период с марта по апрель. Это уже рекордные показатели, потому что в эти выходные в Штатах был зафиксирован новый лимит, новая планка по рекордному значению 85 тысяч новых заболевших. Это значит то, что ситуацию нужно стараться решить, как, возможно, это делалось в начале 2020 года. То есть, когда нет других средств, нужно, разумеется, пробовать снова заливать экономику деньгами, потому что если последуют какие-то дополнительно ограничительные меры, Конгресс должен думать наперед и занимать проактивную позицию, заранее понимая, что дальше именно ковидная обстановка будет очень серьезным якорем для американской экономики. И не важно, кто станет следующим президентом, ему будет очень трудно поднять американскую экономику с колен и вытащить из той ямы, в которой она рискует оказаться. Ну, на мой взгляд, в принципе, уже оказалось. Поэтому, друзья, я все-таки отношусь к категории тех трейдеров, которые занимают, продолжают удерживать и остаются преданными, скажем так, позиции того, что новые меры экономического стимулирования, ну, хоть в каком-то формате, пусть в частичном объеме, не обязательно на 2 триллиона, не обязательно на 1,8 триллиона долларов, хотя бы там на несколько сотен миллиардов должны быть одобрены вот уже сейчас. То есть, вот в эту неделю, которую сегодня мы с вами, друзья, так торжественно открываем. Новые меры экономического стимулирования, новые деньги – это катализатор для роста рисковых инструментов. И все те сделки, которые я неоднократно вам озвучивал, эти сделки как раз и предполагают то, что риск может очень неплохо вырасти, упрочить свои позиции. Доллар будет показывать обратную динамику, и поэтому ставка на ослабление доллара сохраняется. Прямо сейчас индекс американской валюты находится ниже 93 пунктов. Я почти не сомневаюсь, друзья, в том, что мы увидим гораздо более глубокие значения для этого инструмента. Вопрос только когда. Согласуют ли меры экономического стимулирования сейчас, как хотелось бы мне, оптимисту, верующему, в том, что Конгресс все-таки одумывается, и прежде всего будут уже размышлять о том, как сейчас помочь экономике, а не думать о том, что эти новые меры экономического стимулирования могут изменить баланс сил в плане предстоящей президентской гонки. То есть это какие-то лицемерные уже порывы и ценности, которых могут придерживаться представители и республиканской партии, и демократической. А сейчас нужно помогать экономике и не думать о рейтинге Байдена и Трампа. Вот почему, тоже хочется верить, Нэнси Пелоси, которая является лидером Палаты представителей, буквально неделю назад изменила свою позицию и решила, что нужно попробовать договориться сейчас с республиканцами. По дебатам, друзья, которые прошли в пятницу, мы в целом детально разобрали ситуацию, как они повлияли на рынок, кто вышел победителем. Повторюсь, что все-таки действующий президент смотрелся интереснее. Важно отметить, что в этот раз дебаты были более цивилизованными, оппоненты реже перебивали друг друга, обозначили разную позицию. Но то, что Трамп смог все-таки отыграть несколько процентных пунктов по популярности и рейтингу, указывают на то, что не нужно ставить крест на перспективах его нового президентского срока. Я думаю, что все может измениться и в его сторону. Вспомните крайне непредсказуемые по факту результаты выбора 2016 года. Ситуация может повториться. Я отношусь, опять же, к категории тех трейдеров, которые не только оптимистично смотрят на перспективу согласования новых мер поддержки в рамках этой недели, но также считающих, что Трамп может вполне стать, точнее, сохранить за собой президентское кресло. В эту среду в Штатах выйдет очень важный отчет по темпам экономического роста. За третий квартал ожидается прирост больше, чем на 30%. Но, друзья, есть очень высокая вероятность того, что статистика разочарует, что станет еще одним доказательством того, что пандемия оказала крайне разрушительное воздействие на американскую экономику и быстрого восстановления не будет. В этом также я советую искать причину для слабости курса американского доллара. Золото мы очень часто в последнее время открывали неделю на отметке 1900. В принципе, история повторяется. Мы снова отомщимся на этом уровне. Дальше будет только рост. Я в него верю, потому что абсолютно согласен с позицией тех, кто ставит на рост инфляционных рисков и, разумеется, поддержку для инструментов, которые помогают страховаться от этого. Биткоин, друзья, 13128 долларов. Если вы в длинных позициях, удачи вам сидите и дальше. Я думаю, что рост будет продолжаться. Я вышел из позиции. Я не то чтобы расстроен, что мне не удалось получить больше прибыли. Долго ждал планку 12500. Друзья, сейчас нахожусь в стороне. Но если будет какая-то интересная возможность снова перезайти, я обязательно вам расскажу. Доллар канадец 1.3155 на этой неделе заседание канадского регулятора. Оно состоится в среду, в ходе которого могут быть улучшены перспективы для национальной экономики. И, соответственно, канадская валюта может получить дополнительную поддержку. Пока что давайте поддержим короткую позицию с целью 1.30. Тем более, что ставка на снижение доллара по-прежнему актуальна. Американский фондовый рынок потихоньку восстанавливается. Доу Джонс 28 029 пунктов. Цели прежние 29 000 пунктов и выше. Евро против доллара 1.1834. Хай в прошлой неделе 1.1862. Я верю в рост европейской валюты. Опять же, только лишь по той причине, что евро не может не вырасти на фоне потенциального резкого ослабления курса доллара. На этой неделе заседание Европейского Центрального Банка не думают, что оно очень сильно повлияет на динамику европейской валюты. Потому что позицию ЦБ мы прекрасно знаем. Но, например, если даже на фоне сохраняющихся ожиданий того, что власти ЕС будут закручивать гайки в плане дополнительных ожесточений и введения ограничений, предназначенных для сдерживания распространения ковида, допускают то, что могут быть все-таки попытки властей успокоить общественность, например, более улучшенными перспективами экономического роста. Не знаю, правда, на что они будут опираться, но это может быть. Это как фактор дополнительной поддержки для главного валютного риска. Ну, в плане ставок, действующих объемов программы количественного смягчения, изменения этих параметров, конечно же, ничего не будет. Фунт против доллара снижается 1.3026. Фундаментально, конечно же, дорога у британца только вниз. Это и статистика индекса активности производственного сектора на прошлой неделе в пятницу разочаровали. Это и ситуация с ковидом, где количество случаев суточных уже приближается к 30 тысячам. Это, конечно же, тоже рекордный показатель. Более жесткие меры карантинового характера, ограничения вводятся все в большем количестве регионов. И ситуация с Брэкзитом тоже полна неопределенности. Но при этом фунт периодически показывает чудовищную просто восстановительную динамику, которую очень трудно объяснить, ну, разве что только слухами о том, что где-то кто-то увидел прогресс в переговорах по Брэкзиту. Я с таким фоном не люблю работать, друзья, поэтому позиционно для вас не рекомендую залазить сейчас в фунт. И что касается рынка нефти, 41 доллар за баррель по Брэнту. Держу по-прежнему длинные позиции. Почему резко просели? Честно говоря, какой-то триггер я, собственно, не нашел. Ну, возможно, реакция на рост количества платформ на ТНФ США по отчету Бейкер-Хьюз. Возможно, повторная реакция на сообщение о росте нефтедобычи в Ливии. Но мне кажется, этот фон настолько, ну, уже избитым и отыгранным, что опирать на него идею того, что рынок нефти будет обречен на дальнейшее снижение, сейчас я не буду. Все-таки по доллару, вы знаете мою позицию, по отношению к риску тоже. И как на спросе на риск может отразиться новый мир экономического стимулирования в США. Вот это вот фон, который может спровоцировать еще одну волну покупок бренда WCI. Вот ее как раз я и буду ждать. Друзья, на этом, собственно, все. Хорошей вам торговой недели. И до скорых встреч. Сегодня вебинар в 17.00 по московскому времени. Ну и брифинг следующий уже завтра. Всем пока.